Ну так, для разминки, одно искротворение из области. Только что я был на рыцарьском турнире вчера, где пились рыцари до шпехов в кольчугах, на конях. Потом был пир, конечно, ночью, всю ночь до утра. Вокруг сидели опять рыцари, прекрасные дамы в костюмах. Пожарили порощенка на вертеле огромном. Пили всю ночь, читали баллады. Я до сих пор в этой ауре еще и живу. Где это все представить? Ну это было, то надо было свой. Во снег. Сейчас свои, свои там. Было тогда закрытый вечер. И, будучи еще в этой ауре, я сейчас хочу прощать вас. Ваше время, коротенько, посвященное, конечно, прекрасной даме средневековой. Ну вот, поскольку здесь сидит прекрасная дама, я ей прочитаю. Где-то с Бразеей. Стихотворение называется «Соблазн». Прелестная, нежная дама, тебя я в стихах воспевал. И вспомни, при каждом свидании цветами тебя осыпал. Пленили мне сердце прелестные очи, и только лишь звезды взойдут. Я тайно проникну в твой замок, и ночью тебя буду ждать я в саду. Ах, рыцарь, зачем ты своими речами мне чистую душу смутил? Мелодии нежной и печальной мне бедное сердце разбил. И пусть упоительны речи, но льстилы, коварны глаза. Мой ангел-хранитель мне шепчет. Тебе доверять нельзя. А второе скотворение, поскольку я... С музыкой можно? Нет. Поскольку я поклонник сказок, по мотивам славянских сказок. Лесная сказка. Ну, просьба там немножко не мешать. Володя! 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 Тебя красотою своей околдуют, и чарами сердце иссушат, дубравы навек за собой уведут. Господь сохрани неповинную душу. Лесная сказка. О, путник, постой же, ты выслушать должен. Темнеет, дорога идет через лес. В лесу полуночном ты будь осторожен. Там водится много чудес. Я был пастухом молодым, как и брат мой. Однажды ягненок наш в лес убежал. Пошел за ним янка. Не вышел обратно. Лишь утром вернулся и мне рассказал. Я видел в лесу полуночном. Я видел в лесу полуночном у брода. При свете луны на поляне. Танцуют, кружатся в лесном хороводе. И песню волшебную манят прелестные нежные девы. Винки из цветов волоса. Их платья чудесные белые. И столько печали в глазах. Ох, янка, ты будь осторожен в лесу. Там в полночь русалки шалят озорные. А с ними кружат в хороводе одном. Подруги их нимфы лесные. Тебя красотою своей околдуют. И чарами сердце иссушат. В дубравы навек за собой уведут. Господь сохрани неповинную душу. С тех пор изменился мой брат не на шутку. И начал в лесах пропадать до зари. Однажды с обзором горящим явился. Такие слова говорит. Одно мне видение средь ночи и дня. Лишь только глаза я закрою. Танцует, кружится в сиянии огня. Прекрасная нимфа пред мною. Безумно люблю я. И скоро домой жену приведу молодую. Обжены себе избираю. Но только себе избираю женой. Прекрасную нимфу лесную. Опомнись, пока ты себя не сгубил. Их царь охраняет лесной. И как бы ты сильно ее не любил. Не сможет тебе стать женой. Небедом им Бог этим детям лесным. И если венчаться с тобою пойдет. Лишь только в священник крестом осенил. Как тут же она пропадет. Но к женщине сила любви такова. Что разум пред ней отступает. Мы слепнем призывом и глохнем к словам. Лишь сердце нам повелевает. И вот на заре из леса наш Янка счастливый идет. И он молодой невеста. Прелестную нимфу ведет. Все ахмали. Что за красавица с ним. Стройна до земли волоса. Чудесные светятся счастьем любви. И странной печалью глаза. Пришел день желанный. Для свадьбы и счастья. А что же с невестой? Как листик дрожит. Как платье и слезы в глазах. И бела словно платье. И так жениху говорит. Ох, Янка. Я чую, беда предстоит. Не хочет меня отпускать царь лесной. Зовет он в Дубравы. И карой грозит. Не дашь мне твоей стать женой. Не бойся, любовь. Не отдам никому. Друзья будут рядом со мною. Тебя не отдам никакому царю. Не даже царю лесному. И все отправляются в церковь. К мечами. В красивых колясках. Жених и невеста. Друзья и родные. Вдогонку помчались. Дорога ведет мимо леса. Вдруг кони заржали. В испуге забились. И прочь понести нарожат. Как будто в лесу светлячки засветились. Зеленых глаз целые сотни глядят. Русалки и нимфы и звери все вместе собрались. И что-то сказать ей хотят. Но голос один только слышит невеста. Слова в ней, как грозное эхо, звучат. О, нимфа, вернись к нам. О, нимфа, помнись. Вернись в край лесной. Но за слушание карой грожу. И если ты станешь для Янка женой, Березку простую тебя превращу. Не будешь счастливой с любимым своим. Условия одно не исполнишь пока. Вернись к нам, дубравы, подругам лесным. А Янка с собой проведешь навека. Тут кони рванули и к цепи примчали. Невеста бледна, начинают венчание. Но только священник крестом осенил. Как вскрикнул, ох, Янка, прощай навсегда. Невеста исчезла, как призрочный убийца. Лишь в воздухе долго кружилась пота. Остались в испуге родные стоят. Лишь Янка, воду подхватив, закричал. Любимая, знаю тебя, где искать. И с видом безумца он к лесу бежал. Обратно они не вернулись в стиху. Лишь только день Яна купалась. Раз в год в лесу полуночном, У дальних озер русалки и нимфы Ведут хоровод. Там Янка и нимфа любимая с ним Остался навечно у них молодым. Счастливый живет и не ведает время. А всех он забыл. И для всех он потерян. О, путник, ты будь осторожен в лесу. Там в полночь русалки шалят озорные, А с ними кружат в хороводе одном подруги. Имфы лесные тебя красотою своей Околдуют и чарами сердце иссушат. Дубравы навек за собой уведут. Господь сохрани неповинную бежу. АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрятся они великолепно вдвоем. Очень хорошо, надо сфотографировать. Вот-вот-вот, я говорю, надо сфотографировать. Шпион сидел, понимаете? Если успею, то сейчас обязательно. А, на самом деле, сейчас при университете культуры Организуется лаборатория психологии искусства. Университет культуры и искусства. Куда делается это? Бывший кубок. Он подошел ко мне, сказал, что-то не то. Он подошел и звонил. Ну, короче, я слушаю. Он подошел и звонил. Я таких нас, конечно, не говорил. Вообще, живое искусство сегодня. Очень важно. Хорошо смотрится. Вот здесь собрались, я думаю, люди, лично, многие, как сказать, участвующие в создании искусства сегодня, да? Да, нет. А плохо же сегодня нет зрителей. Здесь зрители просто нет. Уже не было. Объяснился. Всегда по месяцам. Слушал я вот Пушкина. Я поэтому как-то очень далеко. Слушал я просто стихи у Пушкина, когда сказали, что нужно больше Пушкина читать. Нужно. Но нужно слушать и живых авторов. Вот. Через живых авторов сегодня идти к Пушкину, а не как обычно это делать. Но это моя версия. Может быть, я не понял. Вот на случай. Это все, что я могу сказать, выведенные на сцену и все человека замечают. Иди сюда, мой хороший. Очень много. И из своей песни. Почему ты не хочешь об этом сказать? Подожди. Вот здесь есть присущая дама, которая своим романсом еще... Она сегодня не исполняла, потому что нет времени, во-первых. Иди сюда, моя король. Нет. Уходите, пожалуйста. Подождите. Я что-то сейчас... Подними всех, всех подними, поставь туда. Идите домой, короче. А теперь давай объединим все наши вот попки, парни. Истекли. Пора фотографировать. Талантливые люди. Самые добрые люди. Несмотря на то, что ходим мы там без улыбок, в отличие от американцев, от других традиционных этих приятных улыбок, но у нас самые добрые люди, у нас самые талантливые люди. У нас самый прекрасный народ всех национальностей. Вот нужно беречь то, что у нас еще осталось. Вот это нужно беречь. И вот сегодняшний праздник, это вот такой локальный пример того, что у нас было и того, что у нас еще есть. Вот, я не знаю, высоко подниму, сделал это правильно. Ребята, спасибо. Давайте встанемся вместе. Встаньте вместе. Пожалуйста, встаньте вместе. Вот есть песня у меня такая, значит, меня спросили, почему у вас короткие песни. Вот я поэтому написала такую, как бы, такой ответ. Одинокие ночи тихи, чем закончится это, неясно. Я во сне сочиняю стихи, я надеюсь, что это прекрасно. Но от этих стихов никогда не родятся ни сын и ни дочка. И поэтому я на года одинок, одинок, одиночка. И поэтому я на года одинок, одинок, одиночка. Ничего, никого, ни о чем не прошу. В эти долгие синие ночи я все время пишу и пишу. Я стараюсь писать покороче, чтоб не мучить хороших людей. Чтоб не ездили к ним ни от ложки, Чтобы самый известный злодей Улыбался, как мальчик с обложки. Чтоб не мучить хороших людей, Чтоб не ездили к ним ни от ложки, Чтобы самый известный злодей Улыбался, как мальчик с обложки. Когда ты уходил Из дома на вокзал Я вышла на балкон Взглянуть на это дело Ты свистнул под окном Как будто бы сказал Прощай, не вспоминай О том, что пролетело Ты свистнул под окном Как будто бы сказал Прощай, не вспоминай О том, что пролетело Те синие глаза Которые с утра Смотрели на меня С любовью неземною Забыть я не могу Хотя давно пора Но снова чей-то свист Я слышу за стеною И снова на балкон Привычно выхожу Мальчишки во дворе Гоняют мяч футбольный Я писем никуда С надеждой не пишу Не плачу по ночам И мне уже не больно Я писем никуда С надеждой не пишу Не плачу по ночам И мне уже не больно Когда ты уходил Из дома на вокзал Я вышла на балкон Ты свистнул под окном Как будто бы сказал Прощай, не вспоминай О том, что пролетело Ты свистнул под окном Как будто бы сказал Прощай Прощай От всех вокзалов поезда Уходят в дальние края Прощай, прощай Прощай Ну и так далее Давным-давно Придуманы границы Мне не понять Зачем и для чего И почему нельзя Объединиться Вокруг большого Сердца моего Вот еще одно Стихотворение Со страшным концом Как всегда Один из нашего отряда Интеллигентный Холостой Мне с откровенностью Простой Впечатал в лоб Кому ты надо А мог сказать Я вас люблю Не получилось Вот досада Зато сказал Кому ты надо Я все стерпела И стерплю Но эти мерзкие Три слова Я не забуду никогда И если вдруг Услышу снова Все брошу Раз и навсегда Куплю билет На электричку Последней мелочью Звеня Возьму с собой Бензин и спички И только видели меня Так все И кончается Как всегда Еще один Есть такой Коротенький стишок Поэтов Не надо Раскручивать Поэзия Не карусель Поэтов Надо заучивать От сель И до сель Я приеду К тебе В обед И в глаза Посмотрю Твои Ты мне скажешь Обеда Нет Не обедают Соловьи Накорми ты меня Хоть раз Чтоб кошмары Не снились мне Чтоб не видеть Голодных глаз Соловьиных Твоих Во сне Поскольку я Как всегда Говорю Числясь Главным юмористом В Москве Когда выступаю Вот это Мне непонятно Ну почему-то Вот это Ну не главное Я конечно пошутила Но на 1 апреля Меня записали В программу Вот я должна буду Очень сильно Рассмешить людей Но обычно я смешу Людей С песнями Про матрас Вот у меня есть Стихотворение Про матрас Про большой надувной Такой Отпускной матрас Ну и песня Про второй матрас Значит Стихотворение Лида купила Двуспальный матрас Чтобы поехать На юг Вместе с матрасом Уедет от нас Верный и преданный Друг Если тихонечко Этот матрас Гвоздиком Ночью проткнуть Может она Не уедет от нас Может захочет Вернуть Этот матрас Навсегда В магазин Пусть принимают Стальё Где-то на юге Заплачет грузин Так и не встретив Её Ну песня Другая Про матрас Музыка Народные Слова Я тоже стремилась Чтобы были народные Я так Их У народа Позаимствовала И вставила В свою песню Я скучаю На матрасе Лёжа Что это Не идёт Ко мне Алёша Ходит он С бронеткой Ларисой А со мной Не хочет С белобрысой Музыка С белобрысой С белобрысой Отчего Отчего Ж гуляет С ним Другая Видно Зеркала Мои Соврали Что Красившая Его Ныкрали Я скучаю Я скучаю На матрасе Лёжа Что Это Не идёт Ко мне Алёша Ходит Он С бронеткой Ларисой А со мной Не хочет С белобрысой Ещё есть у меня такое стихотворение Которое начинается словом «Она». Это так одна моя подруга, с которой мы вместе в Москве жили, квартиру снимали. Вот такое новогоднее стихотворение. Она лежит Читает Лотмана А я на кухне Виски пью Как говорится, чтоб я лопнула Но я не Лотмана люблю Люблю Андрюшу Синеглазого Ну появись, ну хоть разок Так и не видела ни разу я Твоё лицо в дверной глазок. Перстенёчик в воду брошу Видно, скоро утоплюсь Ты не бойся, мой хороший Я сама тебя боюсь Перстенёчек съела рыба И тихонько умерла Ты скажи судьбе спасибо Что я мимо проплыла И что в омут синий-синий Никого не увлекла Сорок раз скажи спасибо Что я по воду пошла Ай-яй-яй Плачет маленькая рыбка Слёзы чистая вода Подарил мне милый скрипку И уехал он навсегда Словно рыбка Скрипка плачет И печальна, и нежна Уронила в речку мячик Незаконная жена Золотая, золотая рыбка В море уплыла Молодая, молодая Молодою умерла Снится мне твоя улыбка Снится голос твой родной Плачет маленькая скрипка Незогласная со мной Снится мне твоя улыбка Снится голос твой родной Плачет маленькая скрипка Незогласная со мной Ещё есть у меня такие маленькие детские стихи В твоей квартире мышь В коробочке снуёт А, не так В моей квартире мышь В коробочке снуёт В моей квартире мышь А в вашей кто живёт А в вашей серый кот От ушек до хвоста Он мышь мою сожрёт Когда придёт сюда И потому всегда Хочу я вас просить Чтоб вашего кота Ко мне не приносить Сел на крышу самолёт Маленький и ломкий У него душа поёт А в душе потёмкий Сел на крышу И сидит Хвостик Сел на крышу И что там делать Сидит, наверное Хвостиком виляет И моторами жужжит Птичек удивляет Такая детская колыбельная песенка Светит месяц И за тучи Прямо в глаз Под козырёк Спит под ёлкой Ёж колючий Удивительный зверёк Спят лисицы И медведи Спят зайчата И кроты Спят родные И соседи Спят русалки И мосты Спят и волки И коровы И водители такси Спи, мой мальчик Будь здоровый По ночам не голоси Я куплю тебе коляску Все четыре колеса Я тебе смешную сказку Сочиню за полчаса Подарю тебе гармошку Погремушку И рояль Пой, моя родная крошка Нажимая на педаль Это уже не помню чья музыка Но это уже пела крошка Которая на рояле сыграла Вот здесь у меня одна песенка Которую я сочинила на мелодию Из музыкальной шкатулки Обычно я вот на свои Русско-народные, белорусско-народные мелодии сочиняю Вот, а тут Мне понравилась детская игрушка И так вертишь, такая каруселька И она напевает красивую мелодию Вот я посочинила такую песенку Да, это пройдет Будет зима, белая вся, как перед сном, перед зимой, ты помолись. Дверь не закрывай, молча войду, молча уйду, я твой покой, я твоя ночь, я тишина. Свет маленьких звезд не долетит к нам никогда, лишь прозвенит поздний трамвай, время умрет. Да, это пройдет, будет зима, белая вся, как перед сном, перед зимой, ты помолись. Свет маленьких звезд не закрывай, я твой покой, я твой покой, я твой покой. Аплодисменты Мама, папа, мальчик и сестра. Мне с моим неписанным законом, чтоб стихи писала до утра, но твердят, чтоб рано свет гасила, потому что денег не плачу. Где-то далеко страна Россия, я в Россию издому ходила.